Дорога. Благодаря ей мы быстро можем добраться до нужного места, особо не задумываясь о препятствиях. Но нужно сто раз подумать прежде, чем ездить по таким местам. Привет, с вами Бабл и это самые опасные дороги в мире. Поехали! Атлантическая дорога в Норвегии соединяет небольшие прибрежные поселения. Трасса в основном предназначена специально для туристов, ведь пейзажи здесь великолепные. Но не стоит засматриваться на красоту. Нередко происходят случаи, когда волны окутывают дорогу и сносят автомобиль. Прежде всего, трасса Далтон Хайвей является самой изолированной в мире. Абсолютно никакой цивилизации. Протяженность шоссе составляет ровно 666 километров. И на всем этом промежутке встречается всего три маленьких поселка. Эта дорога имеет статус самой заснеженной в мире. Водитель в считанные секунды может потерять контроль над автомобилем и перевернуться. Мост Эшима-Ахаси соединяет два японских города. Его протяженность составляет почти 2 километра. Если посмотреть на него издали, то кажется, что идея заехать туда просто сумасшествие. Однако, такая высота нужна для того, чтобы под мостом могли проехать корабли. Гималайская дорога находится высоко в горах и крайне опасна. Она была раньше единственным путем добраться с одного государства в другое. Поэтому дорога пользовалась большим спросом. Сейчас, конечно же, есть другой путь, совершенно безопасный. Но те, кто любит приключения, ездят на мотоциклах, велосипедах и джипах именно через эти тропы, которые не только узкие, но и опасные, постоянными оползнями во время дождя. Следующая опасная дорога соединяет два города в Норвегии и называется Тропинка Троллей. Зимой и весной она закрыта из-за сильных снегопадов. Однако, летом это очень популярный туристический маршрут. Дорога имеет опасный наклон и 11 крутых поворотов. Дорога Капитанов строилась в горах для перевозки шахтерского оборудования в Каньон Капитанов, где раньше добывали золото. В нынешнее время дорога представляет из себя популярное, но очень опасное место. Она осталась такой же мягкой и хлипкой со времен 1900 года. Если проходят дожди, то на пути появляется очень много грязи. При этом дорога постепенно начинает рассыпаться. И часто происходит обвал, когда по ней проезжают машины. Никакая местная страховая компания в этом случае не будет возмещать вам ущерб, иначе они просто обанкротятся. Перевал Стельвио считается самой высокой асфальтированной дорогой в Восточных Альпах. Дорога отличается очень крутыми поворотами. Необычный зигзагообразный маршрут похож на каракули ребенка. Обочины трассы защищены только низенькой бетонной оградкой. Поэтому даже самые опытные водители часто испытывают чувство головокружения. Как и любая высокогорная дорога, шоссе Сычуань-Тибет богата на оползни, камнепады и экстремальные погодные условия, которые нередко являются причиной закрытия дороги на долгие месяцы. Добавим сюда лавины и нехватку кислорода, и мы получим полный комплект возможных дорожных опасностей. Это, конечно, очень красивое место, но крайне опасное. И снова Китай. Туннель Джоулинг местные жители называют дорогой, которая не терпит ошибок. И это место носит такое название не зря. В самом туннеле есть пробоины, которые выходят прямо на обрыв, а сама дорога шириною меньше 4 метров. Получается, двум автомобилям будет тяжело разъехаться друг с другом на протяжении километра. К тому же дорога имеет много резких поворотов совершенно без ограждений. Дорога между городами Ла-Пас и Карайков протяженностью в 69 километров считается самой опасной дорогой в мире. Ее также называют дорогой смерти, где ежегодно погибает около 150 человек. Так как дорога очень узкая, разъехаться местами просто нереально. Поэтому водители договариваются между собой, кто кого пропустит и в каком месте это случится. Но размер дороги это не единственная проблема. Частенько из-за туманов дорогу видно лишь на пару метров вперед. И из-за дождей нередко случаются оползни. Туристы, которым удается преодолеть этот путь, сравнивают ощущения с покорением Эвереста. А теперь представьте, что местным жителям приходится ездить по этой дороге каждый день. Если вам не хватает адреналина в жизни, тогда смело отправляйтесь в одно из этих мест. Спасибо за просмотр! Подписывайся на канал и не забудь поставить лайк. До скорого! Субтитры подогнали Симон!